Всем привет еще раз. Это вторая часть нашего интервью с практическим уклоном. На одном столе, на одном конце телеконференции я, Павел Косенко, идеолог, идейный вдохновитель и соавтор проекта Диханцев. На другом конце Макс Галамидов, профессиональный оператор, колорист, который работает в японской студии Digital Garden. Он находится в Токио, я нахожусь в Москве. Мы в предыдущей части говорили про грейдинг цветного изображения. Макс показал, как он пользуется виртуозно Диханцером и как у него получается красить цветные клипы. И у него есть еще одна информация, которую мы решили выделить в отдельную часть. Это отдельно черно-белое изображение. Макс, вообще откуда такая задача красить ЧБ у тебя? Расскажи кратко. Да, всем привет еще раз. Здесь будет показан проект «Ипподром». Это, кстати, один из тех проектов, документальный фильм, который я снимал, начал снимать в Эстонии до переезда в Японию, это 2014 год. Мы только-только его закончили и снимать, и монтировать наконец-то. И вот сейчас наступило время грейда. И первоначально было, на первом этапе было понятно, что будем делать фильм в ЧБ. Это у нас уже второй фильм в ЧБ с этим режиссером, кстати. Вот. И здесь я вам могу просто показать буквально пару кадров, потому что все-таки эксклюзив. Еще фильм не вышел, еще даже не покрашен целиком, но какие-то тесты я делал. И это, скорее всего, так и назовут эти тесты. Это не финальный крейд, но близко к финалу того, что, наверное, будет уже потом показано в кино. На какую камеру снимался клип? Это снимали на Red, на два разных. Так, в 2014 это был Red Dragon сенсор, потом мы на Gemini снимали. Ну, соответственно, ты снимал, и был еще какой-то второй оператор? 90% все я снимал, но были какие-то такие пикап-съемки, которые я просто не мог, потому что я уже переехал в Японию, а мы начали проект. Точнее, мы печенганули проект эстонскому фонду кино, им понравилось, но я уже уехал. И мне приходилось приезжать на неделю, на две, пару раз в год снимать. И так вот на протяжении, сколько, шести лет, пяти с половиной мы снимали, и вот наконец-то сейчас закончим проект, монтаж, и наступает время цвета, и будет все в ЧБ. Ну, давай, тогда шарик рано, показывай, рассказывай, как ты пользуешься рехансером для черно-белых картинок. Так, давайте включаю шеринг. Расскажи, когда включишься? Да, я все вижу, да. Ну да, хорошо. Хорошо, ну вот, здесь у меня будет три кадра на улице и в помещении. Давайте покажу быстрые настройки Red. Я здесь все перевел в ABP2. Стандартные настройки для ABP2. ISO здесь, по-моему, от кадра в кадр чуть-чуть меняется, да. Вот, а так все опять-таки созданы максимально одной нодой. Дехансером, если пойти с самого начала в профиль камеры, то есть интерпретация камеры. И потом я выбрал из, сколько у вас, пленок шесть на РНЧБ, да? Ты знаешь, на сайте есть, если зайти на главную страницу, я сейчас пытаюсь это параллельно сделать, и ткнуть в, там есть описание Dehancer Pro. Если ткнуть в 53 фильм про файл, то откроется страничка с подробным описанием, какие конкретно. Вот там шесть пленок у нас, кинопленок, цветных негативных много, цветных позитивных там восемь, по-моему, или девять. А черно-белых... Ну да, позитивная пленка, да, по-моему. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть черно-белых пленок. Они там есть и позитивные, и есть негативные, они все просто в черно-белые объединены. Раз, два, три, четыре, пять, да, да, шесть, все правильно. Извините, пожалуйста, есть еще амбротип, он тоже черно-белый, но он в группе экзотик, поэтому он одновременно черно-белый и одновременно экзотический. Его можно чуть-чуть посмотреть в предыдущем, наверное, видео, да, когда я показывал те экстремальные тесты. Да, 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 там есть прям амбротип немножко. Те, кто будет смотреть эту часть, рекомендуем первую тоже посмотреть, там очень длинная и много всего интересного. Вот, да, пленка здесь, да, инфортская, вот эта вот, HPS 400, она такая, я так понимаю, со средним контрастом, пленка не... Она такая, наверное, подходит ко всему. Ты знаешь, HP 5+, это классическая пленка, значит, чем она отличается? Ну, просто информация для тех, кто... Мы будем использовать, да, то, что мы со стороны колориста рассматриваем грейд, и вместе с тем комментарии разработчика, который разградится в пленках. Значит, конкретно HP 5+, чем хороша? Тем, что это классическая пленка с классическим количеством серебра. То есть, пленки черно-белые, они есть с классической эмульсией зернистой, и есть с эмульсией Т-формы. То есть, когда у тебя зернышки плоские, и у них площадь большая получается, вот. Это экономия серебра идет, короче, на пленках с плоской эмульсией. Они более ближе к цифровому, что ли, виду, поскольку у них, ну, нету объема в зерне, и, в принципе, немножко по-другому контраст распределяется по всей пленке. Так вот, HP 5+, это пленка с классическим зерном. Она более дорогая, в ней больше серебра, но она такая более, именно вот, более пленочная, что ли, если так можно сказать. Это классическая, крутая, черно-белая, жирная пленка. Вот так. Попробую резюмировать. Подходит, действительно, для большинства случаев практически. Но она контрастная вообще. Ну, она мне очень понравилась. Я тестирую, по-моему, все, создавал пресеты, просто потом перебирал на разные сцены. Ну, как-то вот остановился на этой, и мне она. Да, мне она очень нравится, и, по-моему, весь проект будет, наверное, сделан. А почему проект весь ЧБ? Просто интересно, вот почему не цвет-то? Тут такое место у нас, этот эстонский, таллинский, и таллинский ипподром. Там, во-первых, его скоро не будет, его сейчас планируют сносить, чего мы ждали в этих фильме, но и не дождались. Я уже уехал, и только сейчас, по-моему, начинают уже строить, точнее, сносить будут скоро, и будет строить жилой район там. И такое место, где просто время остановилось, где просто там частично уже разрушается, частично народ покидает это место, и показалось, что ЧБ подходит, и ЧБ очень классно это все. Ну, да, теперь понятно, да, если в то время остановилось, я понял, да, то есть это такой немножечко мрачный все-таки проект, да? Не сказал бы, что мрачный, но да, местами будет под конец, наверное, будет немножко грустно, потому что люди теряют и свое хобби, и свое любимое место, и кому-то это профессия. Хотя новый ипподром будет строить, и уже есть план, но это центр Таллина, а там где-то новый будет строиться за городом, поэтому тут будет разное, тут будет и смешно, тут можно будет типа плакать и всякое, поэтому ЧБ помогает сфокусироваться именно на эмоциях, именно на событиях, не на отвлекаться, не на тот свет, здесь, здесь только ЧБ, да, подходит. Так, показывай дальше. Ну, вот если пойти по настройкам Дехансера, да, поставлю так, да, профиль пленки, да, вот ипфорская, опять такие точки, а, ну вот, по-моему, экспозицию здесь, да, существенно только понизил. Вот эта первичная, которая экспозиция, это не та экспозиция, которая в группе Print. Первая называется Exposure Compensation, это чисто линейная функция, она техническая абсолютно, то есть если у тебя, ну, вот изначальный кадр снят слишком светло, то она линейно все сдвигает, вот тут почти на один стоп сдвинута в темную часть, да, а вот тут... Да, на один почти, да, ну, как раз эти оригиналы, вот оригинал такой был. Ну, в принципе, он не сейчас, конечно, переэкспонирован, но как-то, видимо, тебе почему-то все равно решишь, в процессе, в творческом, ты так решил сделать. Ну, это допускается, почему нет? Ну, да, поэтому точки черные буквально, можно показать это в инстаграмму, будет понятна разница, видно будет, но вот... Чуть-чуть, да. И опять-таки, так же, как и в случае с цветом, у тебя очень мягкие цвета, они прям совсем приглушенные. Да. Они низкие. Да. Ну, здесь еще была опасная погода, здесь такой контраст классный, мягкий, и уже, ну, на площадке, ну, точнее, на пресемке был. Вот. Поэтому еще приглушить чуть-чуть, там, не давать до 100%, до 90% белого здесь просто не хотелось. Хотелось все-таки остаться в этой вот погоде. Вот здесь вот, где экспант 90%, наоборот, ты увеличил белую точку. У тебя 100% она будет более темная. Ты как бы, это как будто бы левелсы, можно себе представить, а ты с другой... Да, да, я имею в виду, если обсуждать, а, понял, понял. Да, да, да. Не ползунок, да, да, да. Все-все-все, понял, да, ага. Вот. Ну, да, потом пошел уже в принт настройки, что тут... А, ну, вот первоначальный, по-моему, инфортская пленка, она с оттенком, да, у вас ее? Да, смотри, на самом деле все черно-белые пленки у нас идут с оттенком. Этот оттенок, он выглядит как зеленоватый. На самом деле это бронзовый оттенок бумаги бром-портрет. Это классическая советская бумага, которую там любят весь мир, на Западе. Ну, это просто офигенная фотобумага. Но она с некоторым таким бронзовистым, нелинейным оттенком. В среднем тоне, в тенях, в цветах. Он по-разному себя ведет. Общее ощущение немножко зеленоватое. Собственно говоря, из-за этого мы добавили в группе принт ползунок saturation. То есть, если тебе этот оттенок не нужен, ты просто убираешь saturation, и все. Что я сделал, но чуть-чуть оставил. Да, да, да. Ты еще color density убрал, потому что color density, она отдельно управляет тоже насыщением, но это имитация насыщенности цветной бумаги. Ну, в данном случае это комбинированный такой эффект. Для черно-белой получается. Ну да, ты, короче, этими двумя ползунками очень сильно снизил этот оттенок. Практически до нуля. Да, но увидишь, все-таки чуть-чуть, чуть-чуть оставил. Это можно увидеть, наверное, на вектор. Да, да, видно, не, я и так вижу. Он чуть-чуть-чуть. Сейчас, как его тут если вывести. Ну да, все-таки не ЧБ. Ну, как бы, настоящий ЧБ, он не всегда ЧБ, далеко не всегда. Ну, можно посмотреть, например, да. Ну, вот, видишь. Ага. Поэтому. Ты немножечко оставил. Понятно. Ну, я просто объясняю, что это за оттенок. Это оттенок бром-портрета бумаги. А, кстати, да, интересно было знать, почему именно такой оттенок и откуда он ее делается. Я не знаю. Да, но это все в статьях написано, но я прекрасно понимаю, что колористы статьи не читают. Ну, некоторые читают в сроке. Ну, подсчитывают. Раскусил ты нас. Это как я одному человеку давно, еще в 13-м году подарил свою книгу, которую написал в тот момент времени про цвет. Живая цифра называется. И через спустя там месяц или два мы с ним встретились. Я говорю, ну, как ты прочитал? Ну, видно было, что он не прочитал. Вот. Ну, и он отмазался шикарной фразой и говорит, знаешь, я очень внимательно пробежался по диагонали. Окей. Ну, в общем, так. После этого... А, по-моему, это же ситчет. Мне было интересно, насколько это будет влиять на контрасты. И я начал их... Оно влияет на цвет, на самом деле. На цвет. Ну, да, на контраст. Да, экспозиция, да, на 100%. Да. На цвет, да. Ну, то есть, колор-хед, если ты будешь печатать черно-белое изображение на цветной бумаге, то колор-хедом ты можешь оттенок дать. Если ты печатаешь черно-белое изображение с черно-белой пленки на черно-белой бумаге, то колор-хед будет только контраст менять. Это, соответственно, при зерфе экспозиции нужно в соответствующее положение поставить. Ну, мы хотим на этот проект дать какой-то легкий оттенок. Поэтому в этом профиле Илфорда очень понравился. Это не какая-то... Это не сепия все-таки. Не-не-не. В том-то вся фишка, что почему мы оставили этот оттенок бумаги, потому что вообще нифига не сепия. Даже рядом не валялось. Это здорово, что он есть, да. Его можно всегда убрать, но его классно можно добавить по усмотрению, сколько ты хочешь. Но вот я добавил 20% от 19% оттенок бумаги. Да, да, да. Поэтому это классно, что у вас есть эти оттенки. Это интересно. У нас народ ругает, что типа, ну а зачем вы сделали такие черно-белые профили, какие-то они у вас все зеленые. Мы говорим, ребят, но это вот та самая нелинейная, аналоговая штукенция, которую мы, собственно говоря, от пленки берем. Но мы ее можете убрать легко вот одним ползунком. Конечно. А вот добавить ее такую нелинейную, это вообще нифига не сепия, и вы не сможете. Вот, поэтому оставили. Да, грейн имя тоже такое. Здесь уже... Ну... А увеличить можешь масштаб? Да, конечно, конечно. Давай посмотрим по первому кадру. Ага. Вот. И тени, и хайлайты можно будет увидеть. Да, тут видно. Ага. Вот так. Ну, вот если все выключить, вот такое. Угу. Ну, да, какой-то... Ну, мужичок еще фактурный, но все-таки когда такой пластик здесь, все такое очень чистое, поэтому грейн имя здесь очень круто работает, мне очень понравилось. Ну, в Zoom, к сожалению, зерно все-таки сжирает, но посмотрим, может быть, удастся подложить видео, которое записывается на твоем компьютере. Угу. Угу. Думаю, да. Я могу увеличить на максимум практически и тени видно, и хайлайты. Ага. Выключил, включил. Ну, так более-менее видно зерно, но все равно, конечно, Zoom подъедает картинку. У меня JPEG-овские артефакты. А, окей. Окей, ну... Ну, неважно, да. Понятно, ладно. Вот, хайлайшн тут включен, он, по-моему, просто идет X-Cent, по-моему, здесь он... Если бы нет, да, ну, на пальце на руке что-то есть. А хайлайшн в черно-белом изображении вполне себе может быть. Но он... Да, я, кстати, тоже об этом думал. А сколько добавлять его и нужно ли? Но иногда добавлял. Там немножко другой эффект, это не совсем хайлайшн, но, в общем, можно, творчески использовать точно можно, да. Блум здесь тоже включен, по-моему, идет с другой сцены, но здесь он не воздействует особо. Здесь такая просто пасма, такая все очень серая. А Блум здесь будет воздействовать, если ты Amplify добавишь? Вот, попробуй. А, ну, я думаю, да, да. Просто здесь почему-то мне показалось, давай посмотрим по маске. Мне кажется, все-таки экспозиция... Их хайлайшн еще направо задвинь, попробуй. Вот они, да, да. Можешь видеть, прибрать. И вот, да. Во, вот они, да, мягенькие. Ну, может быть, не так сильно Amplify, теперь можно и обратно убрать. Ну, сейчас видно, да, по пальцам, по руке, да. Ну, я бы снизил бы Amplify. Да, можно больше. Вот. О, вот теперь это мягонько работает. Ну, это я просто подсказываю тебе, как включить блум, если изображение... Блум возникает там, где яркие света контрастные, да, то есть там окно какое-нибудь. Вот. А когда у тебя света все приглушенные, понятно, что блум возникнет ниоткуда. Но, тем не менее, если мы на максимум Highlights и Amplify задвинем, то даже в малоконтрастном изображении с низкими светами все равно можно проявить. да, здесь он неплохо подходит, сейчас, да, можно оставить. Виньер, здесь я все-таки, да, оставил. Вот, опять-таки, та самая нелинейная позиция, про которую мы в предыдущем видео говорили, здесь работает именно она, та самая, на которую мы два месяца потратили, казалось, на один ползунок. Ну, но он крутой, да, он очень классный. Здесь тоже он загнан немножко более на краях все-таки. Не по центру, хотя, ну, тут да, так было. Очень нравится, хорошо сработало здесь. Так, и... А, что интересно на этом проекте, вот здесь этот проект я обещал рассказать, здесь я использую таймлайнеры. А, тут у меня много еще, тут зима будет в фильме, тоже еще оттенок. Вот, кстати, какой, по-моему, будет оттенок на лето. У меня разницы видно, у вас нет? Почти нет. У меня почти не видно. Да, да, это потом там включаю на зиме. Глоб зимы будет, там будет чуть-чуть другой. Здесь, да, здесь я, по-моему, еще добавил все-таки блур. На весь проект найдет легкий блур. Я не вижу разницы. Она есть, но я так, наверное, для себя просто много оставил. Здесь она еще с опасности идет до 30%. А что именно ты говоришь, в чем именно софт заключается, какие-то инструменты ты здесь использовал? Да, окей, софт, но блур забудем, да, это настолько влияет. Но здесь было интересно, здесь у меня идет на весь проект, вот я создал две ноды, на каждую ноду я включил только конкретные ваши новые две фишки, это дыхание пленки. А, то есть у тебя из четырех нод, три ноды это Dehancer? Две. А, здесь созданы по-моему. И тоже пойдет идет избавлен, поэтому здесь нет дыхания. Вот дверь, вот эти двери. На весь проект у меня идет легкое дыхание, экспозиция слегка меняется. Это заметно, потому что тут очень много штативных статичных кадров. Но это в динамике надо смотреть. Да-да, это очень видно на таких лонг-тейках, на общих планах это будет заметно, но очень чуть-чуть. Я до сих пор не знаю, режиссер знает об этом элемент. А ты можешь включить? Да, и это включу на, наверное, другом кадре, потому что здесь это, по-моему, даже не видно. Могу проиграть от кадра. Это видно по вайформе, иногда они просто плавают вверх. Здесь с рук ты снимал, поэтому это. Да-да, ты как и говорил, да. извини, я немножко запутался. У нас гейт и бред. А где, собственно говоря, цвет? Нода с цветом Дехансера? Да, видишь, я сейчас пришел в таймлайн. А-а-а, все, извини. Клип, если по клипу идти, вот нода, весь лук это, в принципе, вот. Да, фильм. Здесь всего одна, ну, вот у меня еще есть какой-то RGB-миксер тоже идет. Ну, я не знаю, оставлять его почти ничего не меняет, да. Да, поэтому здесь будет, есть фильм, наверное, таки будет. Вот. Ну, кроме там будут моменты с масками, да. Ну, понятно, что да, там какие-то одной ноды совсем Дехансера это редко получается обойтись, какие-то дополнительные все равно нужны. Конечно. Но в общем, в общем, как бы все на одном, на одной ноде сделано. А дальше... Да, да, мы закончили по Дехансеру мы закончили на виньетке, это было последнее, то, что у меня было включено здесь и то, что я менял. А дальше я перешел на таймлайн. Извини, пожалуйста, я расскажу для тех, кто смотрит этот кусок видео, несмотря еще первую часть, что виньетку я рекомендую всегда добавлять вначале, потому что она общую экспозицию влияет, а потом уже остальные параметки, ну, то есть добавляем, выбираем камеру, выбираем пленочный профиль, выбираем виньетку, а дальше уже последовательность не важна. Это моя рекомендация. Вот. А теперь ты перешел в таймлайн и на таймлайн отдельно я создал две техансера ноды. Одна из них это дыхание пленки, это слегка вот, где, вот, с позиции чуть-чуть плавает в плюс в минус, получается. Будет заметно. Я покажу другой кадр. И вторая нода это гейтвив, получается, он слегка добавляет дрожание. это видно на статичных кадрах тоже. И это добавлено имейте в виду на весь проект. То есть у меня идет две ноды. Я думаю, их может быть где-то чуть-чуть менять, где-то чуть-чуть больше, то более меньше, но я это стал делать вот в этом кадре есть экстремальный такой вариант. Если перейти в клип, здесь тоже одна нода. вторая, это полная экспозиция. Отдельно почему-то играл. Здесь я впервые, кстати, Dehanser поставил keyframing еще. Здесь такой момент, здесь снятого в рампиде получается. И здесь видно, вот ползет. Здесь под конец очень, ну, здесь видно, почти на 100% экспозиция будет скакать, но с периодичностью 10 кадров. Поэтому под самый конец будет видно, если у вас заметно сейчас. У меня заметно. Да? Ага. Здесь классно, мне это очень понравилось, как это срабатывает на этой сцене. Я, кстати, keyframing довольно часто использую для Dehanser. Да? Да, очень удобно. Там же заморока с ними, то есть, чтобы их поддерживать. Мы там заморочились, и я поддерживаю keyframing. Классно, да, я думаю, по экспозиции где-то вот про там, вышел из, там, зашел в помещение, вышел в помещение. да, 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 именно так вот очень часто. Да, можно обязательно. Вот, и, да, здесь у меня то же самое. Зачем ты, экспозицию отдельно поставил перед? Даже не знаю. Ладно. Опять-таки, хочется все-таки панели, надо, знаешь, использовать, и не только мышкой. поэтому что-то докрутить быстро, так, хоп-хоп, добавить что-то в панели приходится. Ну, творческий процесс такой, не всегда оптимально действуешь. Это все-таки важнее, работать глазами, смотреть на картинку, чем иметь какой-то скрипт, по которому ты работаешь. Фиколористы это не... Вот зима, да, здесь надо включить вот эту ногу. Здесь такой немножко другой оттенок идет. Ага. мы еще дополнительно отдельно. Это, ну, тут не видно зима, но это происходит зимой, они там у Кузнеца сейчас находятся, и скорее всего мы, не знаю, оставим не останется, но скорее всего может быть даже и нет, то есть и голубоватый такой оттенок, может быть даже уберем. Опять-таки весь грейд идет в одной ноде в Диханцере. А, допол... Ну, как бы мы уже разобрались с тем, как в Диханцере мы работаем, мы его ставим первой ноды, мы выбираем камеру, выбираем пленку, выбираем виньетку, настраиваем остальные параметры, а дальше вот интересно, что дополнительных нодок ты делаешь, какие-то штриховые вот нюансы. тут наоборот экспозиции компенсировали. Я хотел спросить у тебя, что ты в дополнительных нодах сделал? Здесь как бы... А, конечно, конечно. Также сам принцип такой же, да, вот дополнительные ноды. Да, по Диханцеру все то же самое. Здесь у меня стол, он светился, да, он очень яркий, потому что прямо на днине всего один фешник света здесь вверх, всего одна лампочка висит, очень жесткая такая, логично, логично, да. Прибрать стол и он даже, по-моему, а не, он все-таки трекнутый, да, по-моему, здесь поточечное добавлял, если мне он, да, трекнутый стол, эти позиции чуть убавили, и хайлайты, да, они все-таки, ну, вот эта лампочка, она просто выбивала, да, тоже приглушил по... Хайлайты тоже через кейнг, да, ты сделал? Это кейнг, да, вот, да, здесь только по луминам, да, я пошел. И, а чем, собственно говоря, ты их приглушил, экспозиции какой-то, кривой, или чем? Гаммар. Гаммар. Ага, все-все-все-все, понял. Вот, смотри, мы вторую уже как бы часть записываем, да, этого практического интервью, и в обоих, практически в каждом проекте у тебя идет смягчение цветов. Это вот я к тому, что мы для себя вот творческую задачу видим развитие Дехансера в первую очередь в виде инструмента Highlight Compression, и чем мы дальше с тобой общаемся, тем я больше для себя делаю вывод, что это, наверное, самый актуальный инструмент, который нам нужно добавить в ближайшее время. Тогда вообще не нужно панель, что ли, или как? Не, ну просто мы же это все делаем-то аналогово, да, то есть мы будем как на пленке компрессировать. Будет эффект такой же, только проще, и, ну, как минимум не хуже, но, скорее всего, может и лучше, потому что там на самом деле Highlight Compression это не не работа кривой. Это тоже определенным образом нелинейная компрессия цветов, которая при этом еще и фактически будет реализована через автоматические маски. Эти маски не должны быть заметными. Ну, типа вот как ты здесь настраиваешь кейнг, да, аккуратно, должно быть автоматически... Как получится выбирать зону, где цвета у вас в этой компрессии? Это можно будет делать? Конечно, конечно, ты будешь настраивать. Да, да, но это будет в виде отдельного блока инструментов в Дехансере, и где ты будешь указывать, грубо говоря, отсечку, откуда у тебя считать цвета, плавные границы, вот, это будешь настраивать, но это все, ну, это будет в чем-то похоже на кейнг, только проще, и сам принцип этой маски, ну, в смысле, воздействия, он будет аналоговым. снижение цветов, это будет напоминать пленку, потому что на пленке, вот как мы сейчас видим с тобой, да, эту картинку, вот эту вот, да, на пленке-то, в принципе, ты изначально так получишь. Не надо там дополнительные цвета компрессировать. Вот мы это хотим сделать в Дехансере, чтобы это было, ну, фактически в один клик с возможностью донастроить, если тебе это нужно. Ну, было круто попросить, конечно. Ну, вот здесь какие-то классные холейшин получился. Мне очень нравится. Это даже блум, наверное, или холейшин. Так, посмотрим. Что я натворил? Так. Ну, да. Видно у вас, нет? Видно, видно, да, холейшин. все-таки есть. Если только холейшин выключить, включить, вот так. Тут, знаешь, что, просто, к сожалению, вот в зуме я вижу, кроме холейшина, какие-то еще артефакты. Ну, да, да. Я еще смотрю на камеру, то, что у вас отображается. Вы вообще не видите, что за его рукой еще. Там еще за рукой целый какой-то инструментарий. Ну, блум слишком контрастный. Мы попробуем подложить все-таки видео, делаешь. А блум включи-отключи. Так, и вот идем в блум. Так, это мы включали его, значит, холейшин. Выключен, включен. И блум. Выключен, включен. Ну, да. Действительно, через зум как бы немножко с артефактами выглядит. То есть, понятно, что имелось в виду, но нюансы рассмотреть через зум не получится. Есть просто идеальная такая ситуация, идеальные условия для вот этих инструментов, мне кажется. Будем надеяться, что получится видео подложить, которое идет в записи, и тогда все, что я говорю про зум, будет неактуально для тех, кто будет смотреть. Да, ну вот, получается, все. По таймлайну, да, есть такие две ноды, да. Остальное все, ну вот, весь звук, деханка. А в нодах 0.1, 0.2 что-то есть у тебя? Нет, нет, они пустые. Пустые. Ну, короче, ну, короче. Понятно. Вот. Да, здесь, получается, сейчас еще показать. Да, здесь оригинал. Ну, здесь был, да, Видно, чуть-чуть зумируется картинка, потому что включено шатание вот этой вот пленки. gateview включен, поэтому будет зумироваться. Да, но это здесь такой совсем чуть-чуть добавлено, поэтому сильно. Но это очень gateview хорошо очень виден на статическом изображении, когда со штатива снимаешь. Там прям вообще наглядно. по профилям, да, но их тут столько много, тут можно выбрать без проблем подходящий. Здесь мне понравилось именно это. Ну, и название крутой, и фотосинки. Все знают. Ну, здорово, спасибо, да, все, в принципе, понятно, вот, и я вижу, что ты начал использовать на два новых инструмента фильм Брэйсен и gateview. Вот. Интересно, конечно, будет. Слушай, давай включим, перестанем шарить экран и... Давай. Да, еще там пару слов общих скажем и будем загругляться. Скажи, пожалуйста, а этот фильм где будет вообще демонстрироваться и когда он планируется закончить? И вот. Смотри, сейчас цветокоррекцию я только-только вот начну. Думаю, к концу года закончим и цвет, и звук. Сейчас параллельно делать звук. Думаю, со следующего года фильм пойдет, надеюсь, он сначала пойдет, как всегда, на фестивале, потом кинопрокат. У нас будет кино в Эстонии показано, скорее всего, ну, как наши все остальные документалы, которые мы снимали, мы их показываем, стараемся, мы как-то их пробиваем в кинотеатры. Получается, пока что. И этот, надеюсь, тоже. Потому что, как ни странно, никто про это место не снимал фильм в Эстонии. А какая длительность будет у него? Час? Нет, уже известная длительность 83-84 минуты. Да, такой большой фильм, конечно. Но. Слушай, а то видео секретное, которое ты мне показывал, ну, как секреты, предварительный монтаж твоего, возможно, дебютного режиссерского проекта с японскими парками. Это вообще еще пока там в далеком будущем, да, я так понимаю? этот проект тоже, я его начал снимать три года назад, и, по сути, большую часть я отснял, и мы сейчас начинаем заниматься монтажом, и там не про парки, а там все про один парк, про центральный парк в Токио, парк называется Йо-Йоги, и вот про него будет фильм, да, это мой дебютный документальный фильм, где я режиссер, оператор, звуковик, естественно, замонтирует звук, не я буду, но я буду делать цветокоррекцию, и монтаж у меня делает парень из России, кстати. Тут просто то, что ты мне показывал Черновики, там не было еще Деханстро, ты это делал до того, как познакомился с нашим инструментом, и там уже было очень красиво, я не представляю, что ты там с Деханстро накрутишь. Я уже делал тесты, да, уже какие-то даже эти, когда новые съемки провожу, делаю эти пропси-файлы для монтажера, я уже добавляю Деханстро. Слушай, а, кстати, ты мне, ну, мы с тобой общаемся уже какое-то время, там несколько месяцев, наверное, уже, может, полгода, ты показываешь различные свои проекты, различные проекты, которые красишь, которые снимаешь, и ты показывал мне свои эксперименты съемки на 16-миллиметровую пленку, то есть ты как бы пленку щупаешь не понаслышке, то есть ты ее реально пытаешься осмыслить вот вживую. Да, да, у меня был вариант, да, благодаря одному оператору у меня дал и камеру бесплатно, и какие-то там 10 или сколько-то минут, ну, 16 миллиметров, все-таки 10 минут, это же 10 минут дорого стоит. 10 минут это вообще не так уж и мало. Ну, тем более, я, как я говорю, получил камеру бесплатную, пленку бесплатную, но проявка, да, и сканирование в DPX-файлы, это мне обошлось, конечно, здесь немало, но полезный опыт, да, до сих пор смотрю эти кадры, я их, возможно, буду использовать в этом парке, в этом фильме о парке. Я снимал эти магистрали, которые снимал Тарковский в Солярисе, я проехал по именно тем же магистралям и снял примерно те же ракурсы, может быть, как-то получится их интегрировать в этот документальный фильм. А на какую-то камеру снимал? Ария СР-3, да, СР-3. Такую не знаю, другую знаю, по-моему, 416. Ария СР-3С, она еще помнила, это High Speed, по-моему, или HS, не помню, как-то так. Ну, слушай, ну, приятно, что в Токио есть до сих пор проявка пленки и сканирование, в Москве тоже это развивается, в принципе, был какой-то такой этап простое, вот, но сейчас Мосфильм купился, ну, просто у Мосфильма поломался сканер хороший, они сейчас купили новый, но это же государственные деньги, они себе могут позволить купить сканер за полмиллиона долларов, вот, и слава Богу, что хоть на что-то государственное, наши налоги идут интересные и полезные, и проявка у них как бы тоже была, и остается, но это 16 миллиметров, Super 8, 8, конечно, тяжело. Вот она. Ага, понял, да. Да, популярная камера, довольно-таки доступная, но она очень хорошая. Да, я, кстати, увидел, что вы его 8 миллиметров проявляете прямо у себя в среде, в среде, да? да, мы проявляем 8 миллиметров, Super 8, вот, Super 8, да, и камеры продаем бушные, проявляем, и сканируем, мы постоянно совершенствуем этот сервис, постоянно совершенствуем проявку, и, конечно, все наши профили, которые мы строим, они не Super 8, потому что Super 8 это очень маленький формат, и его очень сложно, в формате кино, 15-метровой ленты, его сложно очень сушить, смывать сажу, ну, в общем, там свои нюансы, мы это строим в идеальных условиях, когда мы можем там маленький кусочек пленки с 35 миллиметров отснять, в идеальных условиях идеально проявить, вот, поэтому профили построены с 35 миллиметров, но у нас опыт взаимодействия с кино, с кинопленкой, он накапливается, растет, и постепенно растет качество, пока что не идеальное, скажу честно, но есть идеи, и мы постоянно совершенствуем, там, и проявку, и сканирование, мы хотим свой сканер изобрести, собственный, вот, познакомились с интересным инженером, конструктором, у которого есть идеи, мысли, желания, и вот мы сейчас, возможно, объедним усилия, и в течение там полугода создадим, свой сканер, по кадровое сканирование мы хотим сделать, то есть именно, есть же потоковое сканирование, это вот телекино, таким образом устроено, а есть по кадровое, когда каждый кадр переснимается, и в виде там ТИФА собирается потом в колбасу, вот, по кадровое сканирование может быть, и должно быть намного качественнее, вот, есть в Москве сканеры, которые занимаются по кадровым сканированием, но у нас есть вопросы к этим сканерам, к их использованию, в общем, самое главное, что у нас есть идеи к тому, как создать собственный сканер. Чуть-чуть дешевле, чем за полмиллиона долларов. Такого бюджета, как у Мосфильма, у нас нет. У нас есть кулибины, самоделкины и мозги, и понимание, как все это работает. Ну, это, да, это был вопрос в сторону по поводу кинопленки. Почему я это вспомнил? Потому что мне кажется, что ну, для того, чтобы достигать каких-то красивых грейдов, мне кажется, все-таки колористу крайне желательно иметь опыт работы с пленкой. Он не обязательно должен снимать на нее постоянно или проявлять ее и так далее, но вживую контактировать с пленкой, с реальной пленкой, хотя бы в виде фотографического опыта, да, то есть хотя бы в виде фотографии. Вот Миша Денисов, кстати, специально снимает на фото пленку. Там я ему какие-то камеры давал. Это колорист, кто не знает, такой русскоязычный, тоже продвинутый очень, и как колорист, и как пользователь Диханцера. Вот, он снимает конкретно вот и главное, еще оптически печатает, кстати. Ух ты, молодец. Да, потому что это ты, когда ты печатаешь на увеличителе картинку, и вот эту самую экспозицию крутишь там в виде фильтров или в виде времени экспозиции, но ты вообще по-другому даже у Миши, мы с ним вместе печатали на его глазах, когда это происходит, он говорит, блин, теперь я понимаю, почему у вас такая классная экспозиция в Диханцере. Вот, ну, наверное, у тебя какие-то, может быть, есть тоже вопросы или там комментарии дополнительные, да можно, наверное, закругляться уже? Да, вот этот был классный, конечно, но пример, мне кажется, по черно-белой съемке, да, черно-белой коррекции, потому что здесь, да, именно контраст, именно какие-то вот такие микро... А, ну вы не видите экран, я до сих пор смотрю в экране. Здесь очень, да, очень Диханцер хорошо раскрывается именно со своими вот этими аналогами, ползунками, с контрастом, с экспозицией, с чем еще? Тоже самый блун добавляется на черно-белую пленку, но вообще очень вкусно, очень классно. Кстати, у меня тут под рукой есть... Я сниму. А, кстати, ее же я и видел у тебя, видел, да? А, вот он, класс, класс, да. Тут все, ты что, как прям по-взрослому. Я постоянно снимаю на Super 8, ну, на Super 8, в принципе, это не сложно, вполне доступно. У тебя такие кадры, и очень классные получились, сканировать, очень-очень хорошего качества Super 8. Будет еще лучше, будет лучше, потому что у нас есть идея, как прям совсем хорошо сделать. Но вообще я, конечно, сам как разработчик, и как фотограф, и как колорист, я, конечно, использую постоянно. У меня все аналоговое. Я вот прям под рукой сейчас могу там несколько камер сразу разных найти. Вот. Что тут у меня еще есть под рукой? Ну, у меня есть под рукой, например, вот такая вот камера вот есть. А, ну, это да, это знаю, да. Да, у меня есть, вот я недавно снимал на советскую кинопленку Super 8. А, вау, класс. Мы ее проявляли, там же специальный процесс проявки, тоже там ее две недели, в общем, в морочке с этой проявкой проявили. Ну, вот теперь зато научились проявлять, ну, и так далее. У меня много чего есть под руками. Я к тому, что я не очень понимаю, как можно заниматься цветом, особенно цветом в кино, если ты не в руках, вот как бы не крутишь пленку, не снимаешь на полароиды, там, на фотопленку, кинопленку. И это мне очень порадовало, то, что ты 16-миллиметровую камеру взял, снял. И, кстати, мне кажется, тебе надо где-то показать. Несмотря на то, что это тестовые съемки, там очень классный цвет и такая, есть непринужденность, как бы у тебя ты снимаешь, ну, несешь камеру на плече, там, не знаю, где, в руках, и такая динамика, короче, иногда в кино нужно снять, как бы от первого лица, непринужденно, и не получается, потому что человек слишком профессионально это делает. А здесь это с такой легкостью, что прям глазами, как бы, вот героя получается. В общем, мне понравилась съемка, может, можно нарезать что-то там. Давай, я и линк могу тебе дать, ты можешь представить, потому что на моем виме, по-моему, лежит. Но это, там просто тест, там ничего такого нет. Ну да, просто тест. Даже локация Соляриса. Но я смотрю, и, блин, я не знаю, может, потому что это, да, ну, референс к Солярису, может быть, поэтому, но как-то прям мне понравилось. Ну, не то, что прям все подряд, да, но из этого, мне кажется, можно нарезать там пару минуточек. Там много тестов, да, я и магистраль снял, потом ходил, снимал, и там другой ролик, отдельно линкомедия, там я улицу снимал, и днем, и ночью, именно было, вот, именно, да, именно вот практика, именно вот посмотреть, где можно, где делать брак, где, как их спланируют, где, как потом получается при проявке, при грейде. Как цвета потом, как тени отрабатывают. Конечно. какой контраст. Вот это вот прям важно, реально, потому что, когда ты этот опыт, визуальный опыт имеешь, вот ты с пленочкой поработал, ты потом берешь диханство, открываешь профиль, ты понимаешь, что оно так и работает, в общем-то. Да, да. Вот это важно. Все названия пленок, все соответствуют, все по-настоящему. Рад, что ты в, в этом процессе близок по духу и понимаешь его, как он происходит, и очень рад, что ты там экспериментируешь сам с, с аналоговыми процессами, это, конечно, для хорошего, цифрового результата необходимо. Не, вам спасибо, крутую, крутую штуку создали. Очень. Спасибо большое, что поделился опытом и рассказал про это. Также, наверное, как и в первом случае, в первой части видео мы тоже расшарим специальный, бонусный, секретный, в кавычках, код, ну, в кавычках и не в кавычках, одновременно, с помощью которого все желающие, которые заинтересуются диханством, смогут его приобрести со скидкой 10%. Это лично от меня и от тебя, скажем так, от нас с тобой не совсем официально приглашение для тех, кто готов войти в тему. Вот. Ну, будем тогда прощаться. Спасибо тебе. Я тебе, Паш, спасибо. Рад был наконец-то и пообщаться, и показать все, и послушать тебя, потому что тебя, да, ты гораздо больше всего знаешь, ты можешь все нормально объяснить, сформулировать, я могу просто все показать, как это все было создано и как это все двигается и меняется, но ты именно, да, хорошо очень все объясняешь. Но мои знания, они не стоят ничего без практического применения, поэтому именно вот из этой, мне кажется, это очень интересный формат, может быть, даже можно продолжать, как бы, когда разработчик дает, ну, комментарии, но реально все идет в повествование от первого лица колориста, который не знает, как это было. Он понимает, примерно для чего и куда, и вот он тыкает, экспериментальным образом находит какие-то подходы и показывает их, а я их комментирую, и получается, что на самом деле мы мыслим одинаково. Кстати, Людям интересно послушать все это, узнать. Я надеюсь, надеюсь, что интересно, мне это очень интересно, прям я вообще с огромным удовольствием с тобой общаюсь и смотрю на твои грейды, вот, но я так как бы в теме, надеюсь, что другим тоже будет интересно. И еще хотел напомнить, что в первой части практического нашего интервью с Максом он в самом начале сделал 10-минутный рассказ про сетап, потому что он находится в японской студии, с которым каким-то образом настроено оборудование. Я думаю, что второй раз Макс не нужно показывать, просто в начале первого видео, да, ребята смогут... Окей, окей, если что, вот, пожалуйста. Да, туда открыть это видео и посмотреть, как работают. Ну да, там все было снято, да. Как работают японцы. Японец? Ты же работаешь как японец. Уже, да, да, согласен. Паш, тоже приезжай в гости, ты говорил, ты сюда приезжаешь, поэтому рад тебя буду встретить, показать, погулять, поснимаем здесь. Во-первых, я приеду с пленкой Супер-8 однозначно. Опа, класс, окей. Во-вторых, конечно, мне очень интересно будет походить не только... Я, я, раз, наверное, пять или шесть был в Токио, последний раз я был в ноябре 19-го года, но я не только в Токио был, я был еще в Тоттере, вот, я почти месяц провел в Японии, и я, это моя одна из любимых стран, очень люблю, Токио тоже уже ногами сходил, неплохо, и с удовольствием еще раз пройдусь, вот, но мне еще интересно было бы зайти, может быть, в какую-то киностудию, которая проявляет пленку, может быть, к тебе в гости, если пустят в Digital Garden зайти посмотреть, вот это вот, все-таки, конечно, тоже очень интересно. Вот, я тебя могу поводить по пленочным магазинам в Токио. Мне кажется, ты больше меня знаешь, конечно, конечно, не, сделаем тур, конечно, погуляем, сообщай заранее, да, согласуем время без проблем, Паш. Ну, тут все зависит от того, когда границу откроют, потому что, в принципе, я традиционно, я осенью езжу, я, может быть, сейчас должен был быть в Токио, но пока что, в последнее время чаще осенью, чем весной, вот, в общем, в любом случае, явно не раньше, чем 21 год, а когда точно, как только, так сразу, что называется. хорошо, окей. Все, будем прощаться трогательно, пожелаем. Давай пока, ты видео, мне видео выключать, или как? Да, видео уже можно выключить, да. Спасибо большое всем, кто слушал, всем, кто дослушал. Да, всем спасибо. Пишите в комментариях вопросы, какие-то пожелания, будем, может быть, с Максом еще что-нибудь такое интересное сделаем. Мне интересно, да, особенно, как ты сказал, с этим, с комментарием, что-то я показываю, что ты комментируешь, это классно, это очень полезно, и мне, надеюсь, будет людям, поэтому, что-нибудь сделаем, могу потом, ну, окей, ЧБ уже показывал, может быть, что-то еще покажу, но какой-то проект можно будет, да, также проанализировать, сколько у Диханцеров, сколько чего другого, почему другого, и так далее. Это можно будет без проблем такие сделать, просто главное, получить разрешение, поэтому это все затемнулось, Паш, извини, но я наконец-то спросил, люди разрешили показать, да, именно все, до, после, не всегда получается, я думаю, ты знаешь. Да-да, конечно. Ну да, все получилось, здорово. Я тоже очень рад, спасибо, всем пока. Всем пока. Давайте, все, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok